всем здравствуйте меня зовут сона всех приветствую на нашем youtube канале сегодня у нас будет очень интересное интервью хочу вам представить нашего партнера алексея слободчикова который является руководителем компании которая занимается регистрации компании за рубежом бухгалтерским сопровождением консалтингом открытием банковских счетов и даже гражданством за рубежом такая компания all inclusive то есть куда можно обратиться абсолютно по разным вопросам и естественно они вам помогут за полный пенсион абсолютно да спасибо большое что согласились сегодня с нами пообщаться я уверен у нас будет с вами очень интересное интервью потому что данная тема очень актуальна сейчас очень многим это интересно я надеюсь что мы может быть с вами сегодняшнем нашем видео а поможем тем людям которые мечтали хотели планировали но не знали как это вообще все делается да и принципе с чего нужно начинать первый основной вопрос вообще какую страну какой штат вот вы порекомендуете выбрать соответственно да вот какой штат сша например выбрать для открытия компании ну смотрите вообще мире америку да как юрисдикцию и и выбирают по причине того что в америке относительно небольшая налоговая нагрузка после событий там 2016 года когда было знаменитое панамское досье когда кипр перестал быть классическим офшором да назовем это так когда с банками из польши из латвии закрывались очень большое количество банков по причине того что большое количество денежных средств российских чиновников ходила по через эти банки отмывались они дальше через кипр ну и как правило они оставались там либо в панаме либо панамских компаний зависели америка сформировала себе ну естественно официально она так не говорит но по сути америка теперь предлагает очень выгодные условия для резидентов и нерезидентов компаний да которые теперь имеют право какой-то степени не платить налог очень часто встречается в некоторых штатах таких как дала вер вайоминг лас-вегас ситуация что если компания хостится то есть находится зарегистрирован на территории америки в данном штате то она может не платить налог если она не предоставляет эти услуги для граждан америки и ну собственно услуги или товары не продает для граждан америки связи с этим лидер конечно по рейтингу да и по любви многих компаний которые выбирают штат это конечно за лавэр безналоговый штат которым нету и тэк и тэк тэк стейта да налога штата и в общем корпоративное право там очень очень лояльно и очень очень простое поэтому наверное я бы выделил вот три и самый первый это именно делавер то есть получается если грубо говоря не продавал услуги на территории сша да то есть получается что не платишь налог но есть очень грубо для понимания как бы людям которые не совсем там хотят вникнуть в эту ситуацию до чтобы нам уложиться просто как говорится не растягивать это удовольствие до нескольких часов грубо говоря да практически нету никакого налога если он и возникает то он в районе 6-9 процентов вот и он будет только например на вывод денег на дивиденды из компании на физлицо то есть уже на самого бенефициара данной компании но также существует еще и другой момент да если эта компания что-то продает для других штатов да то существует так называемый в ад да или российские ндс налог на добавленную стоимость на уплачивается но здесь есть большая такая разница между например привычной россии да там или странами снг он в странах европы америки в том числе о налоге ндс не принято вообще ничего сообщать он всегда за ценой говорят о каких-то ценах вот стоит услуга 100 долларов то всегда понятно что это допустим 116 будет да там зависимости от штата плюс минус калифорнии как правило сам большой вот я всем говорю что в калифорнии большой налог мне не верят вот только только ндс 23 вот скажите пожалуйста я знаю что есть разные да там корпорации то есть я очень много читала что интересует людей то есть чем отличается с корпорация да я знаю что есть от сай корпорации то есть чем разница да здесь здесь там небольшая ремарка там есть две основные формы которые используются при регистрациях это инк корпорейшн инк она еще может называться или корпорейшн да есть ллс до классического ооо разница сначала вот первое второго да ллс это классическое ооо в которой нету нету возможности выпуска акций то есть это полностью там учредительные средства назовем их так то есть как как в россии ооо да это это разница ооо и аоо акционерное общество то есть в принципе ллс для инвестирования если выбирать ллс для потенциального инвестирования она не совсем удобно но она более защищена более ограниченная ответственность корпорация все-таки а корпорация есть две формы есть с корпорейшн и с корпорейшн если человек не резидент с корпорейшн не откроет только си корпорация разницу особую объяснять сейчас не буду здесь просто нужно понимать что если вы не резидент сша или или ваш менеджер или дженерал менеджер участник этой структуры компании не резидент сша и не владелец генкарты до которого нету сисен номера до налогового он никогда не откроет с корпорации в основном открывает си корпорейшн и собственно выпускает акцию минимальное количество акций 100000 акций минимальная цена акции один цент а скажите пожалуйста платит ли налог дивиденды в инкорпорации если да то как вообще платить в си корпорации здесь платят только на выводе дивидендов то есть когда физическое лицо владелец акции да пусть он возьмем один стопроцентный он выводит денежные средства в таком случае он конечно же оплачивает эти эти акции но все зависит от налогового режима и от штата в котором открыта эта компания то есть калифорния это может быть очень большое количество если компания открыта в калифорнии если это там допустим доллар то это может быть там в районе 6-9 в зависимости от оборотов а такой вопрос немножко про отчетность расскажите пожалуйста вообще как ведется когда подается как это все вообще делается отчетность именно но вообще для американской компании необходимо подавать отчетность после дата на после регистрации необходимо подавать первую бухгалтерскую отчетность через год с датой регистрации и собственно аудит вот это необходимая отчетность которая которая как бы подается который обязательно нужно вести чтобы компанию не ликвидировали не удалили из реестра скажите пожалуйста немножко можете рассказать вообще как открывается корпоративный счет например вот мне нужен корпоративный счет вот так не нужно открыть его Ну, смотрите, большинство клиентов, они, как правило, хотят корпоративный счет с удаленным открытием, если мы возьмем перечень желаний основных. Удаленное открытие – это возможность отсутствия уставного несгораемой суммы, так называемой. Многие банки, если это не резидент, собственные компании не резидент, они, как правило, просят, чтобы была несгораемая сумма, потому что есть очень большая, он в хай-риск-зоне находится, особенно если это русский. И если это еще банк, который будет лоялен к русскому, то это либо очень узкий пул банков, и, возможно, даже проще рассматривать в основном платежные системы, либо это лицо, пусть оно будет и русское, у него должен быть какой-то уже бизнесовый бэкграунд, так называемый. Когда у него уже есть какой-то бизнес, и он легальный, в России или в другой стране, или в Европе лучше, тогда есть шансы на открытие. Ситуация будет гораздо проще, если, конечно, человек решит приехать в Америку, если он готов лично посетить отделение банка, в принципе, пул достаточно широк. Это можно и Чейз, и Банков Америка, и так далее. То есть здесь будет проще. Но если мы рассматриваем ситуацию с ковидом, сейчас, когда выехать достаточно тяжело, то это, наверное, три банка, которые сейчас могут только открыть. Вот вы сейчас постоянно говорите, да, там, даже если русский, даже если русский. То есть я правильно понимаю, что есть какая-то сложность у русских с открытием банковских счетов? Ну, да. Сложнее кому-либо другому? Да, видите, ситуация после аннексии Крыма еще сильнее усугубилась к отношению России, да, плюс сказывается также деятельность, которую, там, отчасти, да, разоблачает и Навальный, и все прекрасно понимают, что Россию, там, очень большое количество персон определенных грабят. Эти деньги аккумулируются, они всем видны, имеется в виду, там, структурам, особенно если это долларовые транзакции. Естественно, война ведется не с Россией, да, как говорят по телевизору, и не с гражданами страны, а война ведется именно с элитами, политическими элитами и с их подставными лицами, с их властями, с их родственниками и так далее. То есть именно вот с этой группировкой людей. И поэтому большинство банков и бизнес-партнеров, то есть это как такой минус, да, США, нужно иметь в виду, что вашу компанию будут очень серьезно рассматривать в плане комплайнса, в плане дью-диллидженса, в формате того, что нет токсичное ли происхождение ваших денег и не какое-то ли вы подставное лицо, которое будет вести эффективную деятельность и принимать денежные средства для добытой преступным путем в общем и целом. Окей, я вас поняла. Вот, поэтому считается, что русские деньги, они токсичные. Токсичные. Здесь очень большая сторона. То есть открыть, я, да, извиняюсь, просто важно, чтобы разрушить просто, много замков, да, у людей, открыть компанию, в любой точке мира ее открыть легко. Сложно открыть к ней счет, особенно если собственник этой компании русский. А, хорошо, а если, например, есть проблемы с открытием счета, есть ли какая-то возможность, может быть, вы помогаете открыть на физлицо, может быть, на кого-то, я не знаю. Надо, да, там, найти человека, гражданина или как это вообще можно решить вопрос? Один из способов, конечно, ну, если про физлицо говорить. На физлицо, в принципе, открыть немного будет сложнее, но, в принципе, тоже возможно. Здесь главное понимать, что у человека, у данного, должен быть легальный источник происхождения этих средств. В Америке сейчас борются с отмыванием денег уже достаточно давно и с мексиканскими картелями, и существует даже такое правило. В зависимости от штата, примерно где-то от 30 до 50 тысяч долларов, в зависимости от штата, вы не можете наличные денежные средства потратить без объяснения происхождения денег. То есть, грубо говоря, у вас есть 150 тысяч долларов наличных, и вы приходите в салон «Ламборгини» и говорите, мне нужна новая «Ламборгини». Вам говорят «Супер, рассчитывайтесь либо с банковской карты, желательной из Америки, либо, пожалуйста, на ваши наличные деньги покажите источник происхождения. Мы не имеем права вам продать». Ничего себе. То есть, да, если ты имеешь наличные деньги, ты не, как говорится, они у тебя бумагой становятся, потому что нужно показать источник. Соответственно, и здесь, да, то есть открывают счет, чтобы перевести на него деньги. Откуда будут переводиться деньги, да, тоже немаловажно. Я уже не говорю про Кипр, про Крым, про Сирию, Ливию, Афганистан и так далее, да, как бы там тут тоже 100% никто ничего не откроет. То есть, ну, если мы возьмем Россию, что какая-то часть суммы там переведется из России, откуда она у вас появилась на российском счету? Ведете ли вы какой-то бизнес? Платите ли вы налоги? Покажите налоговую декларацию из России. То есть, здесь нужно понимать, что вот в этом открыть, опять же, счет на физика. Тут другая ситуация. Открыть будет легко в какой-то степени, да, но доказать существование, происхождение этих денег будет тяжело. И потом можно получить и баны, и холдирование операций и так далее. Но вы помогаете, то есть, если человек обращается, вы со всеми этими документами, как, что нужно, со всеми вопросами. Ну так, конечно, да. И помогаем и с паспортом, и с валютным контролем из России, как они должны прийти, и под каким соусом они должны прийти, и налоговые декларации, и все остальное. Скажи, пожалуйста, а вообще в целом дорого содержать компанию за рубежом? Вот я решила, например, открыть. Вот насколько дорого, на что рассчитывать людям? Посмотрите, открытие компании за рубежом, оно, в принципе, может уложиться в одну-две тысячи долларов открытие, да. Это адрес, это пересылка к респонденции, это подача там первичных документов. Тоже сейчас, как говорится, не будем. Если мы рассматриваем именно вот эти вот моменты, то это все относительно недорого, да. Дальше здесь идет интересная ситуация. Дальше все зависит от бухгалтерии. Бухгалтерия в основном считается от количества операций в месяц. В принципе, если до 100 операций в месяц, то это там в районе 500-700 долларов в месяц эта бухгалтерия будет стоить суммарно. То есть тоже относительно небольшие суммы, да. Но если у вас там большое количество операций, допустим, у вас бизнес связан с каким-нибудь там дейтингом или с какой-то сабскрайб, ну с подписочной системой, да. Когда у вас там по два доллара там от тысячи человек приходит, и это все нужно обработать от какого-то мерчанта, там от страйпа и так далее. Тогда, конечно, эта бухгалтерия будет стоить дороже значительно, потому что нужно будет сводить все эти мелкие операции. От вас, может, пришло две операции на 2 миллиона долларов, и они у вас там никуда не выходят и лежат на счету. Как бы это совсем копейки будет стоить, может, и 50 долларов там. Потом нужно исходить из того, какой вы адрес хотите, да. Существуют адреса, виртуальный адрес, да. Вот, как раз хотел спросить, что это такое? Да, здесь нужно понимать, что для каждой компании необходимо иметь юридический адрес, так называемый, да. Этот адрес нужен только для одной цели, для того, чтобы получать корреспонденцию. То есть от налоговых органов, от банков, чтобы вам приходили физические письма. Задача данного сервиса – это сканирование данных бумаг, физических бумаг, которые вам приходят на адрес компании, да. И пересылка вам их в сканированном виде, либо, если вы хотите, вам оригинал отправят в любую точку мира. Но существует другая ситуация, да. Это классический постбокс, он может стоить там и 100 и 200 долларов в год. Такой адрес, да. Вы можете хоть его в Калифорнии купить, хоть в Нью-Йорке, хоть на Манхэттене. У вас будет красивый адрес, там, можно хоть с Маунтин-Вью, там, или Сан-Бернандино рядом с Эппл, да, взять. Красиво звучит. Ну, конечно. Компания у вас открыта в Делавере, да, вам неинтересно показывать Делавер, вы делаете адрес себе регистрации в Калифорнии, там, в Сан-Франциско. Да. Здесь есть другая проблема, она заключается в том, что некоторые банки, зная, что есть такая штука, как постбоксы, да, они не будут открывать счет для компании, у которой открыт в постбоксе. Ну, несерьезно, сомнительно и так далее. Они будут просить договор аренды, ну, то есть на уровне того, что вы, как бы, находитесь в Америке, якобы, да, вы можете позволить себе снять офис, да, получить договор аренды или права, там, собственности у нас, собственности. Здесь есть тогда уже так называемые виртуальные адреса компании, которые берут уже, там, несколько тысяч долларов в год, да, там, ну, может, допустим, там, тысячу-две-три тысячи долларов в год, в зависимости от адреса и солидности адреса, но они вам предоставят договор аренды, да, то есть в случае, если банк попросит вас для прохождения процедуры открытия счета, он попросит вас контракт на офис, вы сможете его показать. То есть это физический адрес как раз-таки, да? Это физический адрес, да, и, как бы, понятия такого, как массовой регистрации, как в России, нету, конечно, что на одном адресе 10 компаний, там, или 100 компаний, но все равно, да, там компании значительно будет меньше, чем на каком-нибудь постбоксе, который стоит 100 долларов в год. Окей, а если, например, можно такое, что, допустим, юридический адрес в одном штате, а сама компания зарегистрирована, например, в другом? В теории это возможно, если подобные действия, ну, можно будет потом объяснить налоговой, потому что здесь получится такая ситуация задвоения так называемых налогов, то есть налоговая не будет понимать тогда, какое отношение ваша компания имеет там к Делаверу, если ваш юридический адрес находится в Калифорнии. То есть вы тогда идите в Калифорнию, платите там большой налог, или для чего вы тогда открыли там офис, то есть мы вообще это документально подтверждаем. Ну, то есть, как бы, здесь есть очень хитрая система, понимаете, вот есть компания Google, например, да, вот заходишь на сайт Google, спускаешься, особенно в английской версии, смотришь там юридическую информацию, у них будет написано. Наш там офис находится в Mountain View, там, в Калифорнии, да, потом ты открываешь, допустим, юридическую информацию, а зарегистрирована она в Делавере. Так. То есть, как бы, как это можно объяснить, да, то есть здесь уже… Гугл как-то же объяснил. Да, ну, как, у Гугла большой штат юристов, они говорят, вот у нас офис, там, несколько сотен тысяч сотрудников находится в Калифорнии, да, а мы, ну, у нас здесь бизнес, да, но всем известно, что компания Google, а особенно Apple, это самые большие неплательщики налогов, которые, допустим, находятся в штате Делавере, например. Вот Google LLC зарегистрирована в Делавере. Вот, Алексей, хотел бы задать вопрос от моих друзей, знаете, вот мы сейчас в прямом эфире, вот Николай спрашивает, мой друг, да, мы очень интересны, потому что он сейчас, в принципе, рассматривает такие вопросы, такой умный вопрос. Как поднять раунд инвестирования? Как поднять раунд инвестирования? Ну, смотрите, естественно, здесь нужно исходить из чего, да, если мы рассматриваем инвесторов из Америки, именно американских инвесторов, да, то вряд ли возможно, что американский инвестор будет делать инвестиции в российскую или европейскую компанию. Ему гораздо удобнее делать эти инвестиции в вашу американскую компанию, соответственно, вам нужно открыть эту компанию, открыть банковский счет, чтобы была возможность принять. То есть здесь нужно подстраиваться под инвестор. Плюс инвестор будет защищен корпоративным правом американским, он там находится, он как бы все понимает, имеется в виду в этой же юрисдикции, да. Они, как правило, хотят иметь стопроцентную гарантию, там, ну, какую-то хотя бы юридическую небольшую. Понять, что если мы говорим про венчурные инвестиции, венчурные инвестиции – это высокорискованные инвестиции, ну, и высокодоходные, да. Но хотя бы они хотят иметь понимание, что они там в случае чего могут каким-то образом повзаимодействовать на своего партнера, да, который в будущем станет после инвестирования. То есть, соответственно, первый шаг – это, конечно, открытие, если инвестиция, и вы ищете инвестицию в Америке, то открыть компанию в Америке. Далее, как показывает практика, за просто идею, вам никто не даст денег. В очень редких случаях, в очень редких случаях. Вы должны показать уже готовый продукт хотя бы какой-то. Откуда вы возьмете на него денег на старт, да, ну, то есть вопрос ваш, кредит, еще как-то, может быть, свои какие-то деньги, да. Но вам желательно показать, то есть никто не говорит о каких-то там миллиардных доходах, да, но вам нужно иметь, то есть готовый продукт, там, приложение, сервис, да, какой-то стартап ваш, да. Вот показатели, показатели примерно, вот мы вложили, там, не знаю, там, 2000 долларов, получились 2000 долларов рекламы, там, не знаю, 100 клиентов. 100 клиентов заплатили за подписку 59 долларов, вот столько у нас стоит реклама, столько у нас стоит клиент, столько себестоимость. То есть, показать уже какой-то план. Бизнес-план, можно сказать. Да, приходя к плану, здесь нужно понимать, что вам должен быть хороший план, ваш бизнес-план подготовлен, естественно, на английском языке, я уже про это не говорю, да, со всеми кипями, со всеми доходами, расходами и так далее, прогнозом на будущее, да, то есть здесь мы тоже в этом плане помогаем, у нас есть такая услуга вывода, так скажем, и подбора данных инвесторов. А потом, опять же, скорее всего, требуется, наверное, фаундеру, да, иметь какой-то скилл, ну, как сказать, рекламирование своего продукта. То есть, как правило, они будут разговаривать с вами, да, нужно искать, не искать встречи, ну, не знаю, вот знакомый у меня в LinkedIn-дине постоянно там какие-то инвайты кидает, находит, пытается там выбить встречу, на встрече пытается пичить, да. Есть даже такое понятие у них, у инвесторов, элеватор-пич, да, когда, элеватор-пич, у них понятие такое есть, когда ты должен о своей компании там за 30 секунд рассказать, там история была, когда в лифте поднимается, там крутой банкир там или инвестор, и ты простой пацан там с пицей там решил пропичить свою там стартап-идею какую-то. Вот есть 30 секунд, пока движется лид, там, и человек потом уйдет. И вот от этих 30 секунд зависит, позовут ли тебя хотя бы на встречу, чтобы ты в дальнейшем имел возможность как-то рассказать уже о своем бизнесе, его как-то представить и так далее, чтобы выделили какие-то деньги. Ну и, соответственно, как бы что, здесь важна идея сама, да, востребованность этой идеи, хотя сейчас из-за самой, ну, хотя, наверное, нет, сейчас уже, наверное, проходит время, когда за самые глупые и дикие идеи, казалось бы, да, там дают денег. Но все равно, собственно, это, конечно, немаловажен бэкграунд, если он есть, да, какой-то уже бизнесовый, опять же. То есть наличие, наличие кейса готового, хотя бы на не какую-то небольшую, готовый продукт и подготовый продукт наличия кейса в какой-то клиентской базе, чтобы хотя бы понимать на каком-то количестве людей, сколько это стоит. Но это все очень тоже, очень-очень широкая тема, которая там на отдельный выпуск. Я уже поняла, все очень индивидуально и каждому свой подход. Еще такой вопрос, а вообще по документации, документы, сложные какие-то документы нужны для того, чтобы открыть свою компанию, да, там, за рубежом? Если мы говорим про физлицо, да, если физическое лицо открывает компанию, это достаточно нотариально заверенные, иногда и ненотариально заверенные копии загранпаспорта, адрес-пруф, то есть это какая-то банковская выписка, счет по коммунальной, да, переведенный на английский язык. Ну, достаточно банковской выписки, вот классическая история, когда идешь в банк и говоришь, дайте мне справку по форме банка на английском языке для визы. Там в ней будет в шапке написан адрес ваш, этого, в принципе, будет достаточно. Ну, и, в принципе, для открытия компаний, в принципе, двух документов будет достаточно. Ну, короткое резюме, но это не документ, как бы, о вашем бизнесе, зачем вы открываете, чем будет заниматься компания. Ну, три названия, да, компании для того, чтобы проверить, потому что в Америке существует правило о том, что нельзя, ну, не может быть о рога и копыта 10 тысяч компаний, да, как в России. Название всегда уникальное, то есть на уникальность ее нужно проверить, и какое название подходит, не занято ли оно кем-то. Ну, для старта, в принципе, все. А если юридическое, если не физлицо, а юридическое лицо открывается? Ну, для юридического лица пул гораздо больше, да, там, ну, уставные документы, нужный устав. Ну, и, опять же, если это российская компания, то все эти документы переведены на английский язык, но это реально заверены, да. Потом также, если в российской компании, опять же, кто бенефициар конечный, да, физлицо, то есть по физлицу все те же самые документы, ну, там редко кто открывает компанию на юридическое лицо, но там больше больше. Я думаю, что где-то в зависимости от юрисдикции, где открыта эта компания, да, которая будет бенефициаром компании в Америке, ну, в районе шести документов, ну, как всегда, устав, меморандум, там. Как обычно. То есть, по сути, если к вам обратился человек, вы ведете от А до Я, начиная от списка документов, помогаете это все сделать, образцы, как должно выглядеть, что нужно, где подписать, где рассказать. То есть, по сути, ведете человека до момента, пока все готово. Вот все. Не только. Более того, мы не только, ну, после открытия это, конечно, не заканчивается. Мы предлагаем и бухгалтерское сопровождение, мы предлагаем и аудиторское сопровождение, мы предлагаем и создать сайт хотя бы, да, какой-то. Для банка тоже это немаловажно, да, если у компании сайт. Сейчас это вообще, то есть, ну, абсолютно нормальный вопрос. И соцсети создать. Номер телефона желательно местный и в том штате, где адрес регистрации. Опять же, мы можем предложить номер, в котором американский, который будет как бы переадресован на ваш, там, российский или, там, не знаю, украинский, там, немецкий и так далее, да, когда вы под видом, человек будет звонить, там, плюс один, там, тридцать и так-так-так. А можем предложить, чтобы наш непосредственно секретарь сидел на вашем телефоне и в случае, когда вам звонили, он брал трубку и представлялся у рога и копыта LLC, да, здравствуйте, какой у вас вопрос на английском языке. Потом это все резюмировал в CRM и потом уже клиенту, там, в каком-то формате WhatsApp на почту перескидывал. То есть это, естественно, разная стоимость обслуживания. Мы здесь идем от и до, от сайтов, телефонии, банковских, открытий, естественно, банковского счета, потому что компания без счета в принципе не нужна, ее вот можно на стену прибить. До и всей бухгалтерского обслуживания, в том числе и помогаем, там, в составлении договоров по найму сотрудников, по выходу сотрудников, по добавлению, там, изменению доли, добавлению, там, участников, бенефициаров в компанию. То есть мы полный цикл осуществляем все, что требуется для работы. Здорово. А можно немножко по цене уточню, да, то есть изначально, предварительно, вот во сколько обойдутся человеку ваши услуги, то есть это первоначальная помощь, если мы не говорим о том, что дальше вы предлагаете, воспользуется или нет человек, да, вашими услугами. Непосредственно, вот вначале человек обратился, да, хочу открыть, помогите, расскажите, вот самое такое, предварительно, чтобы люди просто понимали, на что рассчитывать, да, ваши услуги, сколько им обойдутся. Вот вначале. Ну да. Если мы берем историю с тем, что человеку просто нужно открыть классическую LLC или инкорпорацию, да, классическую, без всяких там виртуальных адресов, да, которые стоят сами по себе только там тысячу, две, три тысячи за год, да, в зависимости от штата, да, если мы берем, что это классический подклассическая компания, в которой будут все уставные учредительные документы, которые будут зарегистрированы на обычный постбокс, да, просто адрес, он для регистрации достаточен, да, это, конечно, усложнит процедуру открытия счета, но, в принципе, можно этим пользоваться, да, то это тысячу-две тысячи долларов в зависимости от штата, да, где человек, может, человек хочет в Нью-Йорке, вот ему плевать на налог в Нью-Йорке, я хочу вот в Нью-Йорк отправиться. Тут в зависимости от штата, то есть, в принципе, это вот такая сумма. То есть от тысячи до двух тысяч долларов примерно? Да, до тысячи долларов за регистрацию, то есть все, вот компания открыта, ближайшие вопросы по работе с твоей компанией, они возникнут через 12 месяцев, когда тебе предстоит сдавать бухгалтерский, аудирский отчет, ты можешь обратиться за этим, да, это может стоить как 50 долларов, опять же, да, в зависимости от количества транзакций, так и 300 долларов, и 700 долларов в месяц, в зависимости от того, какие обороты, откуда что приходит, что сводить и так далее. Вот, то есть, в принципе, вот год можно работать в рамках вот этой суммы. Окей, а если, например, рассмотреть, что я вот к вам обратилась, заплатила, все документы прислала, в течение какого времени вообще готова компания к тому, что я уже могу, в принципе, работать, все? Один-два рабочих дня, в редких случаях до пяти рабочих дней, то есть недели. Ого, я прямо ожидала один-два месяца, а тут один-два дня, здорово. Если Почта России, вы документы отправите. Сейчас вроде чуть получше работает. Нет, в основном же это электронная подача, и вся там в некоторых, при некоторых штатах, конечно, будет требоваться, чтобы бенефициар компании на английском языке прошел compliance на открытие через программу типа ID Now. Это когда тебе звонят по веб-камере для верификации тебя, что ты это ты, да, то есть твоя задача показать паспорт, покрутить его влево-вправо, показать, что голограмма, да, что это не на распечатании, что ты это ты, и для того, чтобы подставить твою подпись на корпоративные документы перед подачей их в регистрационную палату США, да, в АРС, в налоговый орган. Собственно, чтобы подтвердить, что ты это ты, что ты не какой-то там номинал, что паспорт не купили в Тарквебе и не используют за тебя, да, то есть как бы эта процедура. Иногда у некоторых людей просто возникают трудности с английским в прохождении этой процедуры, это может растянуться. Ну, в принципе, если ты там потратил 2-3 минуты, они сказали, все, спасибо, ваша подпись на документе поставлена, то есть они подтверждают, что ты это ты, а нет твоего лица, ставят подпись на твое имя выданную, электронную. Желательно еще английским языком хотя бы на уровне среднем владеть. Ну, не может то, что среднее, там минимальный, left, right, там, не знаю, поверните лево, поверните вправо, там, ничего сложного нету, проведите, не знаю, там, полбу у себя левой рукой, да, что это не видеозапись, да, прикрепленная к видео. Да, я поняла, окей, все, супер, Алексей, я знаю, что если все углубляться, куча вопросов еще, и над каждым вопросом можно, я не знаю, часами разговаривать, да, потому что куча-куча нюансов, но я предлагаю сделать как, пусть наши слушатели, зрители, если возникают какие-то вопросы, пусть они пишут свои вопросы, что им интересно в наших комментариях, оставляют свои контакты, естественно, я все передам вам, да, вы уже лично свяжетесь с человеком, расскажете более подробно все, либо если возникнут какие-то вопросы, мы, соответственно, еще раз с вами встретимся и проведем уже интервью с другими вопросами, да, что-то другое. Безумно приятно было с вами пообщаться. Спасибо большое. Аналогично. Вы такой собеседник, вот, обязательно поставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, будет вот таких прекраснейших интервью очень-очень много, чтобы не пропускали. Вот, всем до встречи. Пока.